А после этого мне пишут, что ногти отпадают. Я тебя сочувствую. Мне кажется, стоило бы задуматься, потому что тебя, девочка, хотят сварить. Привет! Я уже год делаю накладные ногти на заказ, и в каком-то роде меня можно считать экспертом. Во всяком случае, я достаточно много об этом знаю. И сегодня я решила посмотреть видео на тему накладных ногтей. Я заранее их не искала, но посмотрим, какие видео есть на ютубе. Клею ногти на 24 часа на суперклей. Это видео явно будет интересным. Всем приветик! Я Ксюша, и это видео о накладных ногтях. Сегодня я буду клеить ногти на суперклей. У меня уже есть видео, где я клеила накладные ногти на стикеры. Мне кажется, это не суперклей, это, скорее всего, профессиональный клей для накладных ногтей. Ну, бутылочки просто похожи, но мне кажется, это просто клей для накладных ногтей. В принципе, накладные ногти пластиковые, и сразу будет видно, что они ненатуральные. Но посмотрим, что выйдет. Это примерно на два раза, и если они отклеятся, то можно еще подклеить. А теперь посмотрим наш клей. Мне сказали то, что это самый мощный клей для накладных ногтей. Хорошо, что все-таки на начале видео сказали, что это профессиональный клей для накладных ногтей, потому что если бы зрители думали, что это суперклей, наверняка многие бы пошли клеить на суперклей. А на суперклей клеить абсолютно нельзя, позже объясню почему. Но все-таки, мне кажется, какая-то часть людей по обложке этого видео решила, что их можно клеить на суперклей. Здесь всего 10 мл. Я думаю, мне хватит на 2-3 раза. И еще мне понадобится такая пилочка, чтобы она была такая мощная. Я ей буду подпиливать типсы под форму ногтей. Для начала мы разложим ногти от большого пальца до мизинца. Теперь подгоняем типсы под свой размер. Вот мой ноготь, а вот типсы. Она шире, ее нужно подпилить. Слегка подпиливаю по бокам. Ногти я уже подпилила и приготовила. Мне пришлось подпиливать. Не совсем понятно насчет подпиливания ногтей, потому что обычно в больших наборах покупных накладных ногтей там сразу много размеров. И маленькие, и большие. Хотя здесь, в принципе, ручки, возможно, маленькие. Но прикол в том, что когда вы будете подпиливать накладные ногти, там же по бокам есть арочка. Эту арочку вы спилите, и в итоге ногти по пропорциям и виду будут не совсем такие, как остальные. Но посмотрим, что выйдет. Только мизинец и указательный палец. Остальные по размеру мне все подошли. А следующее нам понадобится. Теплая вода, чтобы размягчить ногти. И отодвинуть кутикулу. Следующее. Хорошо, что здесь отодвинули кутикулу, потому что делать полный маникюр, обрезать кутикулу для наклейки накладных ногтей не нужно. Но отодвинуть кутикулу для того, чтобы на нее просто не попал клей. Шлифуем пилочкой ногти сверху. Сначала я буду пилить одну руку, потому что ей ничего нельзя будет задевать. Я все подпилила, все сделала. И теперь самый торжественный момент. Я буду приклеивать на клей мои ногти. Я так долго ждала этого момента. Вы представляете, это же суперклей. Здесь плохо, что сравнили клей для накладных ногтей с суперклеем, потому что после этого девочки, наверное, не поймут разницы и подумают, что можно сэкономить и клеить на суперклей. Особенно, если у них есть он дома. Разница между клеем для накладных ногтей и суперклеем в том, что суперклей он термостойкий, а клей для накладных ногтей он размягчается в горячей воде и под температурой. Если я сейчас что-то не так сделаю, то все. Посмотрите, эта кисточка, как круто будет, так удобно. С кисточкой действительно будет удобнее клеить накладные ногти. И здесь сказали верно. Если вы неправильно приложите накладной ноготь, вполне возможно, что снять его вы сможете только в горячей воде. Сначала я должна намазать весь ноготь, а потом капельку натипс. А после этого мне пишут, что ногти отпадают. Для того, чтобы клей для накладных ногтей сцепился с ногтем на вашей пластине, не нужно наносить клей и на типсу, и на ноготь. От этого сцепкать будет хуже. Нужно или на типсу наносить, изнутри промазать, или на ноготь, и потом приклеить. Если вы нанесете клей для накладных ногтей и на типсу, и на ноготь, тогда он, да, отпадет очень быстро. И приложить быстренько, и туда прижать. Так, самый торжественный момент. А можно спросить? Сначала нужно ноготь, а это все быстро нужно прям сделать? Ну, сначала ты прокрасишь свой ноготь хорошо, как лаком. Старайся мимо не залазить на... А, да, надеюсь. Ну ладно, попробуем. Так, что, поехали. Прикладываем и держу. А, он вылился чуть-чуть. Несколько секунд, давайте еще подождем. Нужно прижать еще по бокам, чтобы лучше края приклеились. Я приклеила ноготь. Мне кажется так, что он похож на мой натуральный. Вау, супер. Следующий будем клеить указательный. Так, нужно сразу положить так, чтобы понять, где у нас тут. Вверх, а где низ. Вверх. Интересно, как оно все будет в конце выглядеть. Так, где кругленькая сторона, а низ это квадратненькая. Так, что, поехали. Указательный палец. На кожу попало чуть-чуть. Так, и теперь аккуратненько. Ай, хочу с этой стороны было. И... Держим. Мне кажется, что он небольшой. Вообще, я так давно хотела себя нарастить в ногти, но так как я еще маленькая, буду клеить накладные. А пальчика готова. Теперь... Опять же, эти ногти, скорее всего, быстро отпадут. Средний палец. Нужно постараться не залезть на кожу. Держим. Правда, они такие нежные и, можно сказать, прозрачные. Ну, это хорошо. Будет больше похоже, что они натуральные. Ссылочка будет в описании. Рассмотрим поближе мои ногти. Вот, посмотрите, такие нежно-розовые ногтики. Очень нежный и красивый цвет. Есть блестящие. Я их сделала на безымянный палец. И есть вот такие большие. Наверное, на палец ноги. И всего 27 ногтей. Да, насчет прозрачности может быть и не пластиковые. Пластик тонкий. И краситель, скорее всего, не самый насыщенный. Сейчас блестящий безымянный. Померяем. Все подходит. Вот сюда будем наносить. Придавливаем. Да, я могу. Да. У меня ноготь. Сам ноготь в клее, посмотрите. Это же плохо. У меня сейчас возник такой вопрос. А их можно вообще мочить? Потому что на упаковке клея было написано. Снимать под горячей водой. Водой. Снимать под горячей водой. Этот клей не распадается от действия воды. Вы можете мыть посуду, можете купаться, можете плавать. Этот клей распадается от действия температуры. А горячая вода, потому что в горячей воде вы можете их нагреть. Понятно, не будут писать, засуньте руку в печку. А как им их мочить тогда? Вопрос. А, 15-20. А вот если я пошла в ванну и вот так вот забыла, что у меня накладные ногти, и вот так вот пустила их в воду, в горячую. Я тебя сочувствую. Я тебе искренне сочувствую, если ты принимаешь ванну в горячей воде. Мне кажется, стоило бы задуматься, потому что тебя, девочка, хотят сварить. То есть это такая вода, из которой пара еще не идет, но терпеть ее уже очень сложно. Нужно придумать такую кнопочку. Такая мини-кнопочка на указательном пальце вот так вот берет. Вот так нажимать, если я не отклею его сразу. Впрыгиваю вот так, как на батуте. Я прямо в инстаграме выложу, сколько я с ними проходила. С ними проходила. Так, все, я думаю, нормально. Ой, господи. О, эти что были за повороты? Ширные. Это балетный ноготь, я поняла. Это мой дружбан. Нет, 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 не на коже, не на коже, не на коже. Так. Вот честно, у меня же ногти не такие длинные, как вот эти накладные. И вот я их, когда клею, у меня такое ощущение, как будто я становлюсь крабиком. Ну, да, с накладными ногтями ощущение, как с наращиванием. Поэтому, если вы наращивали ногти, вы примерно понимаете, как вы будете ходить с накладными. Когда я клею, накладные ногти на суперклей. Это не суперклей, зачем, зачем? Я объясняю, почему меня бомбит. Это посмотрят маленькие девочки. Они будут их отрывать, испоганять себе накладную пластину. Посмотрите, там даже половину не потратилось, даже одной четверти не потратилось. Мне хватит этого клея, наверное, с этими стикерами, которыми я тоже клеила уже ногти. Их можно было подвинуть ровно. Кстати, эти стикеры достаточно крепко держатся, их можно подвинуть, и их тоже нужно стимать под горячей водой. Так, вот, с ума нормально. Но вот с этим суперклей... О, Господи, вообще ничего. Ты не суперклей, девочка, не прибавляй мне проблем, пожалуйста. Ногти действительно смотрятся неплохо, несмотря на то, что они пластиковые, я к ним не очень хорошо настроена. Пластиковые накладные ногти особо многоразовыми не будут, на это вы не рассчитывайте, потому что они будут носиться за свою цену. Да, видно, что это накладные ногти, то есть не натуральные, видно, что это пластик, но вообще смотрится достаточно мило. Если дети 10 лет будут клеить пластиковые ногти, ничего в этом плохого не вижу. Я заканчиваю свое видео с новыми ногтями. Я надеюсь, вы не будете совершать такие же ошибки, как в этом видео, а именно не клеите накладные ногти на суперклей, как вам советуют. Я не знаю, выдержит моя психика еще обзоров, но если вам понравилось, дайте мне об этом знать. Напишите в комментарии, делать ли еще обзоры на такие видео о накладных ногтях. И на этом все.